Доброе утро! Доброе утро! Ну, всего в Купаловском университете мы знаем, 5 человек стали стипендиатами. Вы среди них, в первую очередь, девчонки, мы вас, конечно, поздравляем. Спасибо большое! Ну и прежде чем мы перейдем к вопросам, я предлагаю познакомиться, конечно же, с вами поближе. Вы на каком курсе, в какую специальность получаете, рассказываете? Я учусь на третьем курсе. Факультет инновационных технологий машиностроения, специальность транспортная логистика. Я будущий логист. Я учусь на четвертом курсе по специальности бухгалтерский учет на Алиса Аудит, факультет экономики управления. Рассказывайте, за какие заслуги назначается такая стипендия? Хвастайтесь своими достижениями, рассказывайте о своей насыщенной активной студенческой жизни. Ну, прежде всего, любой студент может получить эту стипендию. Это не так сложно, на самом деле. Обычно студенты получают заслуги либо же в научной деятельности, либо же в общественной. Иногда они совмещают. Это могут быть и какие-то спортивные достижения, либо же в художественной самодеятельности. Мне получилось, благодаря, скорее, научной деятельности, ну и в какой-то степени общественной, активно участвовала в научно-исследовательской жизни. То есть это написание статей различных, презентации, участие в конференциях. Ну, а также, скажем, в университетской жизни активно участвовала. Являюсь членом совета университета. Также несколько раз проводила именно факультетские мероприятия. Была ведущей, грубо говоря. Ну, вот в таком духе можно, в принципе, и получить стипендию президентскую. Не нужно забывать, что еще нужно отличаться, конечно, в учебной деятельности. Где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, без восьмерок вы должны учиться на протяжении всего учебного процесса. Я как раз полная противоположность Наташи. И у меня заслуги в творческой и общественной деятельности, не столько в научной. Я являюсь студентом года 2018 Гродненского университета. Также я состою в вокальном группе университета «Унисон». И мы вместе с нашей группой участвуем в мероприятиях разного уровня. Как на областном уровне, так и на республиканском. И как раз из последних новостей. Это в апреле месяце мы участвовали в республиканской конкурсе художественной освободительности арт-вокации. И наша вокальная группа заняла первое место. Поздравляем. Спасибо большое. Слушайте, стипендия, и первое место, и студенты года. Столько событий. Чтоб в моей студенческой жизни было так же здорово, как у девчонок. Не завидую его. Действительно, классно. Продолжайте, Полина. У нас каждый год проводится марафон «За сильную и процветающую Беларусь», инициатором которого является наш университет. И в прошлом году я была капитаном команды, и наша команда заняла гран-при. То есть тоже благодаря моему вкладу было завоевано такое высокое достижение нашим университетом. Так, тоже активно участвую в жизни факультета. Мы организовали на базе нашей группы волонтерский отряд. И этот волонтерский отряд, у нас есть определенный план, мы себе ставим какие-то задачи определенные и помогаем, сотрудничаем с Красным Крестом, собираем на лечение детям деньги и устраиваем какие-то благотворительные акции. Я являюсь членом совета факультета, тоже представляю от лица студенчества на совете факультета. И активно участвую во всех университетских мероприятиях. Я могу сказать, что без меня не обходится фактически ни одно мероприятие в нашем университете. Ну и еще, вы член совета факультета. Наталья член совета университета. Что это такое? Расскажите, чем вы занимаетесь? Каждый месяц именно представители, как члены совета университета, собираются вместе для обсуждения текущей жизни университета. Обсуждаются, в принципе, какие учебные вопросы, так и общественные. Прежде всего строятся планы на развитие дальнейшей жизни университета. Также обсуждаются их задачи, цели. Ну и посредством уже обсуждаются результаты. В начале каждого собрания университет чествует и поздравляет преподавателей, студентов именно с какими-то достижениями в их жизни. Поэтому всегда приятно именно наблюдать за ростом каждого преподавателя, либо студента. И ты в целом видишь, чего ты можешь достигнуть. Было в свое время, это в прошлом году, когда у нас проходила встреча с президентом Республики Беларусь. Ну, мне повезло поучаствовать, именно там, задавать вопросы. Это, на самом деле, очень важно, ответственно. Я очень рада такой возможности. И потом мы также ездили в дворец независимости Республики Беларусь. Два раза, значит, встречались с президентом. На второй нашей встрече именно нас просто пригласили. Самой встречи такой не было, да, но тем не менее провели прекрасную экскурсию, ну, чему мы все очень рады. Вот, ну и потом просто было награждение, именно как стипендиата, ну, именно стипендии президента Республики Беларусь, то, да, было вручение. Вот, ну, а так пока... Значит, я так понимаю, это уже не первая президентская стипендия у вас? Ну, вторая, считается, да. Так, ну, меня интересуют цифры в конце. Сколько, сколько, именно какое количество? В месяц доплата составляет 127 рублей и какое-то количество копеек, я уже точно не могу сказать. Ну, какое-то количество копеек. Да, какое-то количество копеек. Какое-то там. Сидесят, по-моему, две. Это получается основной стипендии еще 127 рублей. На протяжении целого семестра. Одного семестра, да. Не годовая, а в течение семестра, да. Здорово. Ну, еще, девчонки, вы рассказали вот о своей такой, ну, действительно насыщенной, активной студенческой жизни. Вы участвуете во всевозможных мероприятиях. Ну, как вам вообще остается время на то, чтобы вот, ну, действительно учиться? Делитесь секретом, как все успеть? От себя, от себя я скажу, что несмотря на мои какие-то заслуги в учебной деятельности, в творческой деятельности, я такой же студент, как все. Всегда все откладываю в долгий ящик. И потом в огромном, из огромной мешка задачи начинаю это все культивировать и решать уже ближе к концу семестра. Ну, как и все студенты, в принципе. От сессии до сессии живут студенты весело. Поэтому пока идет семестр, конечно, это активные репетиции, это подготовка к каким-то конкурсам. И потом уже чем ближе вот этот день Х наступает, тем больше задач копится. И, конечно, потом тяжело, но это того стоит. Ну, и скорее, это другая ситуация. Я привыкла в течение семестра работать, ну, решать именно те задачи какие-то, которые дают от университета. Да, да. И на самом деле, если ты в течение семестра это все проходишь, не составляет труда потом подготовиться к экзаменам. Вот я знала, что есть такие студенты. Их очень мало. Их очень мало. Но это несложно, правда. Поэтому, в принципе, это все легко достигается. И можно и такой, Полинин, способ выбрать, и мой. Поэтому учиться несложно. Ну, каждому свое, да, действительно. Главное – желание. Слушайте, девчонки, вот вы тут рассказали о ваших достижениях. Может быть, что-то о планах на будущее? Так как сейчас у меня четвертый курс уже выпускной, я бюджетница, поэтому успешно была распределена. Два года отработка, там, может, в дальнейшем уже получится и закрепиться. Но на данный момент я рассматриваю только возможность, как продлить образование, то есть поступить в магистратуру. Ну, на самом деле, это несложно совмещать, в принципе, и работу, и магистратуру, и можно либо же поступить на другой факультет, то есть дополнительное участие. Может, вы преподавать еще хотите, нет? Ну, есть у меня опыт тьютера. Это студент, который помогает младшим курсам понимать предмет. У меня получалось в повышенной математике первокурсникам на протяжении трех лет, ну, объяснять какие-то моменты, которым было сложно. Ну, для меня это интересно, поэтому, если что, в дальнейшем получится стать преподавателем, я считаю, что это неплохо. Отлично. Полина? Ну, у меня такое будущее более туманное, потому что я еще пока на третьем курсе, но, как я себя вижу, наверное, все-таки я планирую связать с той специальностью свою жизнь, которую я выбрала, потому что все-таки пока в стадии развития в Беларуси находится именно логистика, и мне бы хотелось что-то привнести. То есть стать одним из винтиков этого механизма, который сейчас только начинает активно крутиться. И мне кажется, тот, кто будет у истоков, они пройдут немножечко дальше тем, кто уже войдет в эту развитую активную систему. Поэтому вот как-то так. Здорово. Ну, и еще, еще меня интересует, мы вернемся все-таки к стипендиям. На что вы обычно тратите свою стипендию? Делитесь, рассказывайте. Вот ты прям попала. Вопрос девушкам. На что же вы тратите свою стипендию? Я думаю, что это бытовые моменты. В любом случае не хотелось бы как-то зависеть от родителей, поэтому всегда на свои личные расходы стараюсь как-то самообеспечивать. Всегда приятно либо же себе сделать небольшой подарок в виде какого-то развлечения, там, кафе, либо же магазина, но и всегда приятно дарить эти подарки остальным, поэтому, ну, приятно, в принципе, в том, в плане, что у тебя есть, это стипендия, это твои деньги заслуженные, вот, поэтому стараюсь как-то для всех и для себя тоже. Так, ну, Анатолия, мы поняли, что это подарки для всех и для себя. Ну, у меня примерно такая же ситуация, просто приятно получать эту стипендию, когда тебе ее дадут за какие-то твои, дают за какие-то твои заслуги. У меня уже не первый опыт вот таких стипендий еще в школе, будучи олимпиадницей по белорусскому языку, я вот именно таким способом получила свои первые деньги. Первые деньги в 15 лет, это областная олимпиада, и нас тоже именными стипендиями награждали. И вот для меня, поэтому эти стипендии как нечто важное, потому что это были мои такие первые деньги. Я думаю, вы скажете, что-то привычное, то есть то, что было всегда в моей жизни. Обидно, когда уже пойдешь работать, вот таких стипендий не будет. Там будет зарплата. Там будет премьер, да, возможно, да. Ну, здорово, действительно, девчонки, успехов вам больших в обучении, в выпускном и в будущей работе. В трудовой деятельности, да. В трудовой деятельности, действительно, и мы вас поздравляем, вы большие молодцы, и хотелось бы действительно резюмировать с тем, что больше бы таких студентов. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, спасибо за беседу. Побольше вот еще таких хороших поводов. Будем приглашать вас тоже еще. Спасибо. Ну что ж, а в нашей студии были потрясающие девушки, студентки Гродненского университета имени Янки Купалы, Полина Бубешко и Наталья Макаревича. Поговорили мы о президентских стипендиях. Ну а мы продолжаем нашу программу. Спасибо. 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 Спасибо.